Все устройство тормозов в принципе одно и то же. Вот стоит тормозной барабан, это с левой стороны, который крепится вот на шести болтах. Если что-то заклинило, случился клин, то естественно нужно снимать эту крышку, она килограмма пять-шесть, может быть, десять. Народ, всем привет! Сегодняшний мой будет ролик, мой ролик о тормозах для трактора МТЗ семейства. Итак, меня попросил мой подписчик рассказать о тормозах. У него на тракторе МТЗ заклинили, заклинил какой-то то ли левый, то ли правый тормоз. Ну, короче, я сейчас расскажу, почему могут быть какие-то неисправности. Итак, все семейства тракторов МТЗ, что полтинники, что восьмидесятки, они сделаны по одному, тормоза по одному и тому же принципу. Там установлены вот такие вот тормозные диски. Это диски подвижные. На одной стороне два таких диска стоит. Вот у меня есть два таких. И на другой стороне два подвижных диска стоит. Да, кстати, как-то несколько дней назад в одном из, в одной из социальных сетей был такой опрос, сколько у вас на технике, ну, это касалось всех автомобилистов и трактористов, сколько у вас на технике педалей. Кто-то там написал две педали, потому что автоматическая коробка передач, кто-то написал три педали. Я написал, что на тракторе МТЗ и четыре педали, на тракторе Т-40 пять педалей. Объясняю, какие. Сцепление, газ и две педали тормоза. Две педали тормоза. Это левое колесо, правое колесо. И кроме того, на тракторе Т-40 есть еще педаль сцепления, вал отбора мощности. На что мне мой собеседник написал, я вот там езжу на тракторе, на каком, не знаю, тракторе ездит и всегда пользовался только общим тормозом. То есть на тракторе же еще две педали, и они могут как бы вместе работать. Можно, ну, блокироваться вместе, нажиматься или по раздельности. На что я ему сказал, друг мой, мой юный собеседник, я не знаю, он юный был или пожилой, где ты, мне интересно ты узнать, где ты эксплуатировал трактор, где ты ездил, потому что трактор без, без, с одной педалью сцепления, с одной педалью тормоза, это не трактор. Тормоза на тракторе должны быть разблокированы. При выполнении сельхозработ различных каких-то, при работах зимой, когда гололед, грязь, какие-то вот эти экстремальные условия труда вождения трактора, эксплуатации трактора, нужно обязательно, надо будет там, ну, нажать один левый тормоз, правый тормоз, чтобы как-то, ну, фиксировать, когда колеса трактора, передний мост, когда он не может там вывернуть куда-то, что-то при гололеде, при подъеме крутом, надо что-то, надо заблокировать одно колесо или то. Так что, уважаемый мой друг, если ты смотришь, тот, которому и про тормоза, когда мы говорили первый раз на тракторе, всегда должно быть две педали тормоза, и они должны работать вместе. Да, кстати, я тогда забыл написать, что еще есть педаль, педаль блокировки, механическая педаль блокировки, то есть нажал, она тоже считается как бы за педаль. Ладно, на этом все про тот, сейчас я покажу, расскажу. Так, когда мы взяли этот трактор с металлолома, достался он в виде металлолома, купили вот такие диски тормозные, здесь они приклепываются, вот видно хорошо, и здесь вот они насаживаются на вал, который выходит из коробки переменной передач, КПП. С одной стороны, слева и справа, ставятся два диска, это диски подвижные, которые ходят вместе, вот шлицевая часть, и они крутятся вместе. Там посередине их стоит два диска, железных диска полировочных, которые, когда оператор трактора, тракторист нажимает на педаль, они там стоят шарики на тех, на подвижных дисках, кстати, у меня нету таких вот, я бы показал вам. Они раздвигаются и прижимают один диск к корпусу, к барабану корпуса дисков тормоза, а второй диск прижимается к корпусу, к коробке переменной передач. И трактор останавливается усилием тракториста. Какие могут быть неисправности? Была такая неисправность, у нас одно колесо клинило, здесь вот ставятся такие вот шлицевая часть, вот которая одевается, и вот видно, что накладка очень хорошая, то есть это ничего еще не шуркает, но когда разобрали барабан, сняли там тормозной, вот это все валялось, то есть оторвали, оторвались при старом владельце, бывшем владельце, это еще в колхозе было, оторвались заклепки, вот здесь еще должна быть такая же, такая же еще должна быть штучка, вот, и она приклепывается на заклепки, вот так вот приклепывается, но это все было оторвано, в итоге заклепки болтались, трактор то нормально эксплуатировался, то блокировалось одно из колес, вот, очевидно попала какая-то, ну, может быть грязь попала, может быть что-то еще попало, там где-то между дисками в тормозном барабане, и, вот, ну, оторвало заклепки, вот, тут вот, даже вот видно, что выработка вот такая вот, эллипсом, оторвало, и это все не от хорошей жизни, вот, если здесь вот нормальные, вот, видно, что дырки, здесь вот они разбитые, так что сейчас я покажу, где это как ставится. Все устройство тормозов, в принципе, одно и то же, вот стоит тормозной барабан, это с левой стороны, который крепится вот на шести болтах, раз, два, три, четыре, вот он стоит, вот, один край диска упирается сюда, другой край туда, так, вот, вал, который фиксируется, который растормаживается. Как снять этот тормозной барабан? Надо открутить сначала вот эти вот, ослабляешь вот эти болты, вот по краю вот этого, вот этот барабан, и здесь вот есть, вот, видно, я нажимаю, здесь вот пыльник стоит, который выполняет, предохраняет роль пыльника, резинка, защищает это от грязи, но все равно попадают какие-то микрочастицы сюда, ну и грязь просто бывает, он пыльник прохудится, продырявится, и попадает какие-то, вот, вот эта гайка-контрогайка, вот я показываю пальцем, ее можно ослабить, вот тут есть свободный ход, вот видите, я шатаю, и она шатается. Откручиваешь эту гайку-контрогайку, и выкручиваешь вот этот болт. Вот здесь, кстати, есть вырез в полике, в полике есть вырез, вот я показываю пальцем. Выкручиваешь этот болт, он выкручивается, ну и все, и можно регулировать подданк... Можно регулировать тормоза, как нажимаются тормоза, там, как фиксируется, один человек садится в кабину трактора, поданкрачивается колесо, и проворачивается, когда нажимаешь на тормоз, там, допустим, левый, вот эта левая педаль тормоза, и можно там потихоньку откручивать, закручивать, ну, регулировать натяжение, когда колесо будет схватывать там, ну, свободный ход, ну, вот у меня тут есть свободный ход такой, вот сейчас, если что-то заклинило, случился клин, то, естественно, нужно снимать эту крышку, она, ну, на килограмма 5-6, может быть, 10 вешает, ну, легкая относительно, выкручиваешь сначала этот болт, контрагойка предварительно ослабляешь, и откручиваешь эти все вот 6 болтов, снимаешь, снимаешь это все, и все это будет на поверхности, может быть, тут грязь попала, там, внутри попала, может быть, там еще какая-то причина, почему это случилось, ну, на современных МТЗ-80, там еще стоит здесь блокировка, или это гидравлическая, здесь штуцер стоит, который подает давление маслом, так что, друзья мои, вот так вот скажу моему зрителю, у которого случилась вот эта проблема с тормозами, откручивай тормозной барабан этот, и проверяй диски тормозные, может быть, у тебя тоже случилась вот такая же, как когда-то была проблема у нас, может быть, там попало между дисками тормозными, какие-то посторонние предметы, может быть, накладку оторвало, вот, и встает что-то боком, и, ну, причин разных много, просто надо открутить, посмотреть, так что, вот так вот, ну, а вас, уважаемые зрители, кто в этом деле понимает, разбирается, прошу в комментариях выразить свое мнение, какие могут быть еще причины с этими тормозными дисками и с тормозной системой трактора, так что, вот так вот, ну, все, с вами был я, Владимир Белов, всем удачи, пока-пока, пишите комментарии.